Далее встречайте программу «Открытый диалог» гость студии «Заслуженный художник Автономной Республики Крым» Сергеева Лариса Сергеевна. Напомню, что свои новости из жизни Люберецкого района вы можете сообщать нам по телефону 8 498 642 19 50 и 8 498 642 1952. В студии была Юлия Иванова. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Открытый диалог» как всегда с вами. Как всегда в нашей студии самые интересные люди и гости, которые к нам приходят с удовольствием. И мы с удовольствием их приглашаем. И которые на территории замечательного города Люберцы проживают и делают очень хорошие и полезные дела. И я рад приветствовать и представить вам очень хорошего творческого человека. Я даже сейчас буду перечислять замечательные регалии. Заслуженный художник Автономной Республики Крым, серебряный медалист ВДНХ СССР, член Творческого Союза Художников России, Союза Дизайнеров России, Ассоциации Искусствоведов Творческого Союза Историков Искусства и Художественных Критиков Стран СНГ, педагог высшей категории, эксперт по детскому художественному творчеству Москвы и Московской области. Но можно еще долгое перечислять. Лариса Сергеевна Сергеева. Все правильно? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы все это успели? Вот вопрос такой первый. Ну очень просто. Просто меня с детства приучили работать, постоянно работать. То есть менять одну деятельность на другую. Заканчивалось рисование, начиналась музыка, заканчивалась музыка, начинались танцы. После танцев начинались спектакли. То есть я постоянно жила вот в такой вот творческой атмосфере и постоянно меняла свою деятельность. И я настолько привыкла и втянулась вот в такой ритм. Я считаю, что родители, конечно, мне дали очень правильное направление не лениться, а постоянно работать. И даже было очень интересно, когда я была маленькая, я всегда у папы спрашивала, пап, что ты больше всего любишь? Какой из предметов? Я думала, что он мне выделит какой-то предмет, который я проходила в школе. Он мне всегда отвечал, мне все интересно. И вот эта вот очень такая фраза замечательная была, сказана ребенку вовремя, тогда, когда нужно. И она, по-видимому, сформировала мое отношение ко всему, что происходит со мной, где я нахожусь, чем я интересуюсь. И, в общем, поэтому у меня такая жизнь, наверное, насыщенная. У меня одно кончается, начинается другое. И, как говорят, когда предлагается что-то, я практически никогда не отказываюсь, потому что все приходит как бы к нам сверху, и ты просто только стоишь перед выбором. Согласиться идти, допустим, и участвовать в какой-то выставке или участвовать в какой-то конференции – это уже твой выбор. А тебе предлагается жизнью очень много вариантов, ты должен только выбрать. И, насколько я могу, я, в общем-то, стараюсь ни от чего не отказываться. И у меня жизнь получается насыщенная, быстрая, и мне некогда вообще отвлекаться на какие-то… Да, скучать некогда. А выходные дни у вас бывают? Ну, у меня выходных дней не бывает, потому что у меня любой выходной день – это творческий день. То есть, особенно, когда еще было наше советское время, были эти праздники и отпуска какие-то там, какие-то дни специальные, праздничные. Просто в эти дни, особенно, наоборот, художники работают. Ну, по крайней мере, я. Потому что это свободное время, ты можешь рисовать, ты никем не занят, никто тебя никуда не пошлет, ни в какую командировку. Ты предоставлен сам себе, и поэтому это самое благодатное время. Практически не бывает свободного времени. Постоянно идет работа, мысленная работа, она постоянно есть, постоянно идет. Те же предметы, вот натюрморты, которые я пишу, пейзажи, какие-то картины, которые я назвала экспозе. То есть, я все время обдумываю это, все время как бы существую. Ну, знаете как, вот что-то происходит, и параллельно рядом со мной происходит вот это творческое осмысление чего-то. Я как из сундучка какого-то достаю какие-то сюжеты и начинаю обдумывать, как их можно сделать. Или какой-то там натюрморки ребит тебя, как его написать. Или какой-то пейзаж. Или я просто хожу заранее, обдумываю. Ну, вообще, есть великолепное выражение Микеланджело, рисуют головой, а не руками. Поэтому, в общем, я это хорошо запомнила с детства, эти прекрасные слова. И поэтому, в общем-то, практически я постоянно, вот мысленно я постоянно работаю. Постоянно задаю себе вопросы, смотрю какие-то сценки, запоминаю что-то. Поэтому работа, она все время идет. И я не понимаю, что такое отдыхать вообще. Отдыхать – это просто смена деятельности, может быть. Ну, как же, на диване полежать часочек, телевизор посмотреть? Ну, телевизор иногда, да, иногда смотрю, иногда какие-то передачи. И все равно какие-то образы, что-то замысливаете, думаете? Да, все равно это, в общем, как-то происходит. Я сама даже удивлялась, это вообще очень интересно происходит. Вот, например, очень хочется после поездки в Италию, мне очень хочется написать вообще женскую тему, материнскую тему. И там в основном она главная тема, тема мать и ребенок и мужская красота. Я вот смотрела на современных девочек, на современных Мадонн, и очень интересные образы встречались в метро девушки с какими-то кольцами в ушах, какие-то там заколки, волосы подкрашенные в зеленый цвет. Но как она смотрит на своего ребенка? Она смотрит так же, как Мадонна 15-16 века. И очень хочется это изобразить. Единственное только, что сложность заключается в том, что иногда хочется это все нарисовать и быстро сделать какой-то набросок. Но люди реагируют все по-разному. И поэтому здесь только зрительная память, фотографии тоже никак не воспользуешься. И я практически этим никогда не пользуюсь, потому что я считаю, что... Ну, многие художники используют фотографии для своей работы. Но я считаю, что, во-первых, уходит воздух, во-первых, уходит пение птиц, шум моря. И то есть дополнительные какие-то ощущения, которые дают художнику понимание, как справиться с этим произведением. Что ему нужно, какую окраску дать, какое настроение. То есть окружающая природа, она очень помогает. И если, конечно, когда используется фотография, то я считаю, что... Ну, я считаю, что это неправильно, потому что художник себя просто обкрадывает. И поэтому вещи становятся неинтересными. Вроде бы все мастерски сделано, а произведения нет. Это, знаете, есть такое замечательное выражение. Искусству угрожают два чудовища. Художник, который не является мастером, и мастер, который не является художником. Это, я считаю, замечательное выражение. И вообще, это Анатолий Француз выражение. И я считаю, что это объясняет многие потоки, которые сейчас есть в современном искусстве. Ну, каким-то образом выделиться, как-то изобразить не так. Ну, на первое время вот эти вот новейшие впечатления, они могут быть для людей интересны, для зрителей. А потом потихоньку и все это затухает, весь этот интерес уходит, и все возвращаются к вечному классике. И от классики, конечно, никуда не деться. Вы сторонник классики. Да, я сторонник классики. Я считаю, что это основа вообще, и на этом держится основа, это история. А от нее как отказываться? Никак нельзя. Тем не менее, в Москве существует несколько десятков галерей современного искусства. Ну, где выставляется, допустим, Авдей Тироганян, Олег Кулик? Ну, такие радикальные современные художники. Я вот знаю, Кулик, он, в общем-то, неплохой художник. Я не понимаю, зачем ему понадобилось делать вот такую вот странную акцию, зачем понадобилось... Человек-собока. Да, зачем раздеваться, зачем привлекать к себе внимание. Я считаю, что это вообще, ну, оскорбительно вообще для него самого в первую очередь. И это не тот путь, каким ты должен привлечь людей. Ну, как говорят, значит, произведения должны вылежаться. Практически всех сразу не замечают. Какое-то проходит время, лет 50-40, и начинают работы как-то выкристаллизовываться. Всем становится понятно, что это за работы, и имеют они какой-то вес в искусстве или нет. Ну, это же быстро проходит. У меня, например, лежали театральные костюмы 40 лет. Я их не выставляла. Педагоги мои замечательные, Раиса Владимировна Захаржевская, Владимир Михайлович Шугаев, им очень нравилось. Раиса Владимировна была известный художник по костюму, театральный художник и искусствовед. И она очень отмечала, и просто не знала, куда меня вообще пристроить. Она мне давала рекомендательные письма Пимену, в кино, в кинематограф, в театр. Рындин, когда я пришла во ВГИК, он мне сказал, что если бы у нас было театральное отделение, никаких экзаменов, я бы вас сразу просто взял. Но вы для нас совершенно готовый человек, который сможет показывать эти театральные костюмы и оформлять театральные постановки. Вопрос про люберцы. Насколько мне известно, на данный момент в городе нет ни одной художественной галереи. Вы знаете, да, конечно. В ее понимании. Проходят разовые выставки в разных местах, но это не то. Да, это, конечно, не то. Все-таки город. Да, город. Нужна галерея, очень нужна, потому что есть тут люди способные, есть люди талантливые, молодежь, надо выставлять всех, надо показывать, надо людей привлекать, надо развивать, для того, чтобы люди были более изящными, для того, чтобы люди понимали красоту, для того, чтобы понимали простоту в красоте, для того, чтобы понимали, что такое сдержанность красивая. Ну, чтобы у них были понятия и навыки вообще изобразительного искусства, чтобы они были продвинуты духовно. Для этого, конечно, нужна галерея, потому что то, что у нас есть в библиотеке, это замечательно. В библиотеке можно выставиться, но там множество книг, множество всяких деталей, которые мешают восприятию. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы была обязательно галерея. Вот музей есть, это замечательно, то, что было… В Кровейском музее недавно прошла выставка молодого художника. Да, прошла выставка молодого художника, там не только молодого художника, там и общая выставка художника была. Художника разнесли в пух и прах, все-таки неприемлиц стражил от искусства, современного искусства. Ну, вы понимаете, что все-таки главное – это… Я считаю, что в искусстве должно быть главным такое качество, как духовность. Потому что человеку никому не нужно вообще смотреть какие-то знаки, символы, овеществленные и такие грустные или какие-то кровавые. Это совершенно не нужно. Вы заметили, вы же были на этой выставке. Я была на этой выставке. Она попасть была неким суицидом, вам не кажется? Ну, я не хочу как бы молодого художника никак разбирать, потому что он молодой, он как бы посмотрит, покрутит головой в разные стороны. И, может быть, будет возможность съездить в Италию, увидит художника в эпохе Возрождения и как-то поменяет свой взгляд. Ну, просто будем считать, что это его как бы такой первый, может быть, выход. Вот. Ну, понимаете, это мода, которая вот влилась в искусство – поразить. Значит, не нашлось педагогов, которые не объяснили ему, что главное же не поразить, а главное, чтобы была духовность. Ведь если взять японское искусство, там буквально от каждого листка, от каждого цветка требуют, чтобы там был дух этого цветка, чтобы был дух этого листа. Ну, там целая философия. Там целая философия. Но она же умнейшая философия, понимаете? И поэтому, когда каждый предмет ты начинаешь рисовать, они подходят совершенно возвышенно. Это же действительно так. А человеку зачем? Жизнь сложная у всех. У всех бывают какие-то и неприятности, и сложности. Но я считаю, что человеку творчество должно дарить радость. Человек должен прийти отдохнуть. Человек должен прийти насладиться красотой. Человек должен пополнить себя каким-то хорошим настроением, каким-то желанием творить, работать. Вот я считаю, что это основное. И я помню, когда я еще была ребенком, училась в художественной школе, то я, в общем, так просматривала, конечно, всех художников и все выставки, какие есть. И вот мне попалось высказывание художника испанского Сикероса. Он рисовал вначале очень как-то абстрактно, отдаленно, отвлеченно от понимания то, как понимают люди красоту. А потом он понял, что это не нужно никому. Ведь, вы знаете, вот придите в залы Третьяковской галереи, вот современная Третьяковская галерея на Крымском валу. Там современный зал. Художники, эти искусствоведы собрали эти картины, по-видимому, просто боясь пропустить. А вдруг это какое-то вот необыкновенное направление. А потом нам скажут, у нас нет картин. Так там никогда никого не бывает. Там катайся на велосипеде. Из одного зал в другой. Нет, ну когда бывают выставки брелова, когда бывают выставки салонного искусства, там народу очень много. Просто затылок-затылок ходит. Там смотрят, как прописано, как прописано кружева, там волосы, ткани, оборки, лица. Как прописан глаз, там носик, там ротик, форма лица. Смотрят, как объем прописан, какая сдержанная живопись, какая изысканная. Люди этим любуются, они наслаждаются. Это приносит им большое удовольствие. Если бы им это не приносило удовольствие, то, естественно, они бы не смотрели. Хотя против салонного искусства тоже вот среди некоторых современных художников тоже такое вот существует, что вроде бы не нужно так работать. Я считаю, что, понимаете, это основа, вот академическая школа вообще основа. Как дважды два четыре. Как вообще история. Как наша история. Как памятники культуры. Это все наша история. И отказываться от классики, я считаю, что никак нельзя. Но, к сожалению, вообще в Москве не так много школ, которые обучают на самом деле вот хорошие классики. Это можно перечислить просто по пальцам эти школы. Это школа 1188, такая художественная школа. Это школа Суриковская. Это школа Сергея Николаевича Андреяки. Больше я не знаю никаких школ, понимаете. Остальные все просто вот на какой-то быстрый успех, на какое-то внимание к себе, на какую-то победу детскую на конкурсе, на какое-то повышение там своего разряда. И в основном как бы на детей это практически не работает. То есть вот создали школу дополнительного образования. Я считаю, что они вообще, вроде бы идея была хорошая, но они скорее разрушительную роль сыграли, потому что серьезного отношения к работе они не воспитывают. Когда ребенок проходит в обычную школу, а потом идет в художественную школу, это совершенно другое ощущение и впечатление. Он идет просто в художественную школу. Когда он учится в школе, там где у него и предметы, и тут же вроде он рисует, и вроде ему какие-то поблажки со стороны русского языка, и со стороны рисования. У него везде поблажки, ему везде все прощается, везде все недорабатывается, он везде ездит с какими-то концертами, он не знает ни истории искусств, ничего. Он пропускает в большом количестве уроки, потому что он ездит на эти концерты. Поэтому я считаю, что вообще эта форма дополнительного образования, она себя не очень оправдала. Я считаю, вот для моего ребенка я всегда подходила так. Я бы хотела, чтобы моя дочь училась вот так? Нет, не хотела бы. Я хотела бы, чтобы она научилась работать, чтобы мой сын научился работать. Поэтому вот по отношению к другим детям я подхожу точно так же, что должны научиться дети работать. А это не дает такой возможности, вот такая школа. Дарья Сергеевна, сейчас нас смотрят жители Люберецкого района, у всех есть дети. И они сейчас будут задаваться вопросом, что делать с ребенком, как из него сделать настоящего художника. Куда его вести, если вы против дополнительного образования. Столько же нет педагогов профессиональных, про которых вы говорите. Хорошо, но здесь прежде всего родителям нужно правильно определить вообще свою генетическую линию. Есть замечательные слова Александра Сергеевича Пушкина, вот Моцарти и Сальери. «Родился я с любовью к искусству». Это вот как раз говорит о генетике. Если есть генетическая такая наследственность… Разве нельзя научить? Вы знаете, на пустом месте все равно развить очень сложно. Педагогу развить очень сложно. Если вот есть генетическая предрасположенность и еще какая-то божья искра к этому… А как узнать? А как узнать? Нужно знать ребенку краски? Как узнать? Узнать совсем не сложно. Во-первых, ребенок, которому интересен этот вид творчества… Знаете, когда вот я рисую, ко мне подходят дети. Есть дети. Я рисую, допустим, часов 5-6. Этот ребенок стоит около меня 5-6 часов. Родители уже знают. Они идут кушать, они идут на море купаться, они еще куда-то… Они спрашивают у него, ты будешь здесь? Он говорит, здесь. Другая девочка, 7-летняя. Я сижу, рисую стену. Ну, где-то часов 5 я ее писала. Там стена, красивая лестница. Ребенок уселся рядом со мной, стал все копировать за мной. Все буквально. Принес так же, значит, там картонки, все красочки какие-то принес. Потом, естественно, 7 лет. Она уже устала. Она принесла из дома подушку и легла на дороге. Перла так себя, щечку и лежит, наблюдает, как художник рисует. И вот родители поступают совершенно неправильно. Я поняла, я сказала, мама, художник, вот рядом художник. Никакой ребенок другой проходил мимо, никто не сел рядом и не смотрел столько, и не наблюдал за мной. Но мама ее очень сильно отругала. Она ее просто налупила за то, что она принесла подушку, легла. Она уже устала. Понятно, смотреть. Вот это первое, самое главное такое определение. Ребенок будет стоять, смотреть часами. И я просто из опыта знаю, что не все подходят, и не все дети могут стоять, смотреть. Иногда дети за руку ведут своих детей, своих родителей и просят их, пожалуйста, мам, давай посмотрим. А родители как бы не откликаются совсем. Я сталкивалась еще с таким, у меня были очень талантливые дети, и совершенно глухие родители к их таланту. Дети были необыкновенно талантливые. А талант можно угробить? Можно. Можно. А угробиться это очень просто. Вы знаете, когда дети учатся вот в художественной школе, предположим, есть такое слово, которое называется зависть. Допустим, к тебе попадает ребенок, ты начинаешь с ним работать. И ребенок этот достигает каких-то успехов. Ну вот я могу просто на своем личном примере рассказать. У меня была девочка восьми лет, она нарисовала прекрасную работу на Крымском валу в Доме художника. Была выставка большая, называла «Золотая кисточка». Она получила там лауреата, получила стипендию правительства Москвы. И когда она вернулась в школу, ей педагоги наставили двойки по всем другим предметам. Никто ее не поздравил вообще. То есть все это пролетело мимо. Появилась такая вот, по-видимому, ревность, что, значит, это вот ребенок такой талантливый достался. А дело-то оказалось вовсе не в ребенке, а дело оказалось и в педагоге, и в ребенке. Этого ребенка у меня отобрал другой педагог. У ребенка еще не закрепилось вот то, что он получил от меня. Поэтому вот когда ребенка берут от одного педагога к другому, к третьему, есть дети, которым нужно это закрепление. Вот он раскрывается, ребенок, да? Есть такие дети, которые с полуслова понимают сразу. Есть дети, которые понимают с полуслова, но стоит тебе только отойти, ты не рисуешь за него, ты с ним разговариваешь только. Ты говоришь, что взять, какую кисточку. Ты ему просто подсказываешь словесно, словесно с ним рисуешь. И он прекрасно тебе нарисует работу. Но для закрепления знаний художественных к такому ребенку требуется время, может быть, года 3-4, чтобы он общался с этим педагогом. Когда у него это закрепится, он дальше будет сам. А если его сразу отбирают и ведут к другому, то, естественно, ребенок просто теряется и может растерять все, что ему дано с юности. Мария Сергеевна, а такой вопрос. Приходит человек выбирать арбузы на рынок. Он начинает их сдавливать, пальцем стучать. Он выбирает арбузы. А как выбрать того самого педагога? Ведь можно же ошибиться. Ну, знаете... Вот привели за ручку ребенка к педагогу, 3 года закрепляется талант, материал, еще что-то. А педагог, оказывается, не тот, не тому учит. Надо же еще правильно педагога выбрать. Да, педагога нужно правильно выбрать. Критерии выбора. Есть ли они? Критерии выбора. Но, вы знаете, очень важно для педагога мировоззрение. Вот я считаю, что это очень важно. Когда вот у меня были дети, и я с ними работала, у меня были и маленькие, и студенты, в общем, разного совершенно возраста, то здесь важно, конечно... Может быть, сарафанное радио? Нет, не сарафанное радио. Все говорят, вот, хороший человек. Нет, дело не в хорошем человеке. Дело в том, что педагог, когда выбирается тема какая-то, даже сказочная, педагог подсказывает ребенку, как решить эту тему. И очень часто подсказывают какое-то агрессивное решение. Когда я однажды увидела, значит, были иллюстрации ковру самолету, и я увидела, нарисован ковер-самолет, нарисованы скалы, и за скал выглядывают черти. Я обомлела. Один ребенок из группы, который нарисовал как бы вечное доброе, один ребенок, остальные нарисовали, кто черепа, кто каких-то змей там вырисовывал. Во-первых, это ребенку, когда 11-12 лет, вы просто сами увидите. Для этого нужно просить педагога разрешения поприсутствовать, не бояться, просто поприсутствовать на уроке. Самому посмотреть, вмешиваться в образы, которые рисует ребенок. Потому что маленький ребенок, когда ему 10-12 лет, для него это вообще губительно. Я вот считаю, что сейчас появились современные педагоги, которые преподают какие-то спектакли, ставят разрушительные, тяжелые какие-то, кровавые, умирающих изображают. Я считаю, что это вообще просто недопустимо. И вот то же самое, это можно перекинуть мазки к современному искусству, которое еще знаково закрепляется, символами закрепляется. Это просто разрушительные знаки, которые художник пускает в мир, и которые могут разрушить. Я считаю, что первое, это нужно приходить на занятия, посмотреть, в каком направлении ребенок рисует. Вот ко мне приходили дети. Ну, начинали говорить там про крокодильщиков, про пауков, про еще что-то. Я говорю, ребят, ну, у меня мы это рисовать не будем. Есть много красивых зрительных рядов других. Журавли, поля и вообще природа просто, которая нас окружает. Вот ты будешь у другого педагога, если мама тебе разрешит рисовать такие сюжеты, то, пожалуйста, ну, у меня мы это рисовать не будем. Вот. Они задавали вопросы, спрашивали, но никто не уходил никогда. А родителям я могу только посоветовать для этого присутствовать на уроках и смотреть рисунки вообще, как ребенок раскрывает тему. Потому что раскрывать тему помогает, конечно, педагог. И еще очень существенно, вот, когда бывают всякие детские такие показы мод. Ну, я просто вообще изначально как бы художник-модельер, художник по костюму. И вот, когда я работала в колледже, у меня была такая группа, называлась «Капелька росы». Я с детьми ставила такие костюмированные балы. И костюмированные балы обязательно сопровождались музыкой. Это было целое действие. И просто я могу сказать, что я обращала внимание, что многие педагоги почему-то все это сопровождали музыкой чужой. Даже посвящено, допустим, было России. Вот. А музыка была совершенно чужая. Это не значит, что она там была плохая. Но она не соответствовала образу, не соответствовала той земле, на которой это происходит. Поэтому, когда вот это я все увидела, это был для меня, конечно, такой крик души. И когда меня пригласили в Государственную Думу выступить с докладом о государственной духовной безопасности, я, конечно, с удовольствием туда пошла. Пошла, это было в 2002 году. Все это было принято, можно сказать, на бис. Хлопали, и все были довольны, и всем это все понравилось. Все посчитали, что это нужно. Что вот эти зрительные ряды, что по телевидению идут для детей, очень разрушительные. Да еще педагог дарит такие ряды зрительные. Вот. И, ну, я просто вижу, что это, может быть, только сейчас какие-то подвижки произошли. Поэтому я считаю, в первую очередь, конечно, смотреть надо на педагога с точки зрения его мировоззрения. Как он вообще относится. Вот, может быть, самому родителю как-то побеседовать, прощупать там, чаи устраивать с родителями, с педагогами. Посмотреть, кто учит твоего ребенка. Это далеко не все равно. Чтобы не было потерянным временем. Да еще и испорченным ребенком. Это совсем будет плохо. Лариса Сергеевна, Люберцы испорчены искусством или не испорчены? Ему не хватает. Ему не хватает. Я просто могу сказать, что когда вот школу я организовала на базе 12-й школы, то я просто почувствовала, что здесь вообще работа непочатый край. Здесь пласт как бы не очень тронут искусством. И здесь, конечно, нужно очень много работать. Конечно, нужно галерею. Конечно, нужно музей делать международным. Конечно, нужно выставки из-за рубежа, из-за других стран. Должен быть обмен. И сюда, в Люберцы, это же так недалеко от Москвы, и поедут в большом количестве люди, и художники, и просто зрители будут приезжать и будут смотреть, делать такие значимые выставки. И обязательно, вы знаете, вот из моего опыта я могу сказать, что вот в Крыму, когда были выставки, например, в Керчи, там даже, допустим, выставка в картинной галерее, они объявляют просто на рынке. У них есть радио, они через каждые полчаса объявляют в картинной галерее, проходит выставка российского художника Сергеевой, Ларисы Сергеевны. И так не только мою выставку объявляли, и других художников. То есть вот у них это более так активно поставлено и более внимательно, все-таки, к сожалению, чем вот у нас здесь. Лариса Евгеньевна, спасибо большое, что гости к нам пришли. Я думаю, что мы с вами будем продолжать цикл наших бесед, будем проявлять хорошее, доброе, вечное. И, коли мы сегодня классиков вспоминали, философов, художников, как-то в Марсихской ленинской философии, есть такой учебник, он очень хороший, кстати. Есть такая фраза, отсутствие, есть высшая степень присутствия. Несмотря на то, что галерея у нас пока отсутствует, художников в Люберцах я знаю очень много. И на месте завода имени Ухтомского давайте построим большую художественную галерею города Люберцы. Будем вы считать? Ну, я только за. Конечно, чтобы построить обязательно нужно. Это обязательно нужно. Но все-таки еще хотела бы я сказать, что нужно обязательно, чтобы люди, которые шли работать с детьми, они действительно их любили. И вот я хочу сказать, что в Москве на станции ВДНХ есть такая школа Бориса Михайловича Неменского. Он организовал эту школу повышения квалификации педагогов. И вот тоже, к сожалению, тоже могу сказать, там весной обычно проходит повышение квалификации, там педагоги ведут уроки. Я там часто проводила уроки для педагогов города Москвы, и другие тоже педагоги проводят. Но почему-то приходящих туда педагогов очень мало, больше приезжих. Московских мало, почему-то как-то не появляется там. Есть такая школа, вот он был очень озадачен этой проблемой, чтобы повысить уровень педагогов, преподающих детям. Вот хорошо бы, чтобы, может быть, я не знаю, Люберецкие вот сейчас художники, педагоги, бывают там или нет, но там очень много методического материала, там, в общем-то, на все вопросы можно получить ответы. Люди очень продвинуты в этой области, занимаются этим серьезно, занимаются учебниками. Ну вот, я, в общем, тоже склоняюсь к тому, чтобы, конечно, нужно развивать вообще наших детей, которые живут здесь, в Люберце. Но я могу сказать только, когда у меня дети были маленькие, парка даже не было еще нормального. Сейчас вот смотрю, есть парк, есть цветы, есть клумбы. Уже так это продвинуто как-то. Наша улица, вот я на улице Толстого живу, там появились и вообще остановки приличные, и тоже газоны разбиваются. Это же тоже воспитывают. Дворы как-то украшаются. Это очень большое дело. Эстетическое воспитание. Да, эстетическое воспитание. Лариса Сергеевна, в этом году мы с вами еще будем встречаться, и давайте скажем нашим телезрителям до свидания, и чтобы они не забывали, что все дети талантливые, главное, этот талант заметить. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.